приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы мы тут все готовим колбасу с салом и с салом решили приготовить мясную колбасу нашли рецепт драгобычской колбасы это вареная копченая колбаса готовится из жилованной свининки мы взяли 70 процентов жилованный свиной задней части и 30 процентов свиной вырезочки вот такой вот должна получиться очень классная мясная диетическая колбаска естественно как для любых колбас первую очередь нам это мясо надо подготовить а именно засолить для этого на килограмм мяса мы будем использовать смесь из поваренной и нитритной соли 10 грамм поваренной и 10 нитритной я порежу мясо на кусочки размером 3-4 сантиметра я порезал мяско друзья и хочу сказать что вот эту вот вырезочку мы будем в колбасу резать кусочками заднюю часть мы будем перекручивать на мясорубку с крупной решеткой поэтому в принципе если она там похожее то лучше его не смешивать у нас она ним не похоже поэтому я смешаю а потом лаиса его отберет как золушка помещаем мясо в посуду которая нам будет солиться пересыпаем солью тщательно все это дело перемешиваем друзья и отправляем в холодильник естественно накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на созревание на 45 дней на засолку я извиняюсь не засне на созревание на засолку наше мясо для дорогу драгобыческой колбаски просолилась хорошо и теперь надо подготовить фарш и набить батончики фарш у нас состоит из двух частей часть мяса которое у нас было ну свинина полужирная мы его будем перекручивать а ту часть которая у нас была вырезка мы его порежем на кусочки где-то с размером полтора сантиметра и пока лариса будет резать я расскажу о специях которые мы будем добавлять в эту колбаску так как мясо мы уже посолили то нам осталось добавить только специи мы будем использовать на килограмм мяса сухого чеснока 2 грамма белого перца 1 грамм кориандра 1 грамм и черного перца 1 грамм также мы добавим в эту колбаску фосфата по той причине что само мясо у нас очень пресная чтобы колбаса получилась сочная чтобы задержать не как бы сок во время приготовления ну чтоб она не получилась сухая мы добавим сюда 3 граммов фосфата что соответствует собственно говоря гостом вот таким вот образом режем мясо на кусочки по полтора сантиметра вырезочку мы порезали покажи пожалуйста какие вот кусочки получились вот так вот она у нас порезано такие кубики и теперь сюда же как бы без разницы все равно все будем перемешивать хотя нет стоп я бы тот фарш хотел вначале перемешать миксером а потом уже смешать с этим мясом давай отдельно его чтобы там разрушить вот эти вот белковые связи чтобы он был липкий чтобы он связующим а потом вместе с этим то есть мы его отдельно перемешаем а потом вместе с этим то есть фарш кого сделаем отдельно получается из той части которая у нас была просто не жирная свинина не вырезка делаем фарш хорошенько перемешаем кухонным миксером это делается для того чтобы разрушить не он белковые связи поразрывать и чтобы фарш служил связующим для наших кусочков фарша так как колбаса у нас мясная она такая совершенно не жирная кстати мне кажется колбаска должна получиться очень крутая сейчас мы покажем какой фарш получается после взбивания миксером так как сам по себе само по себе мясо сухое то фарш был практически как резаная мясо а после того как мы его вот так вот перемешаем миксером она становится липкая как тесто он становится не рассыпчатые а именно липкий и он будет служить уже связующим так вот мы его перемешали этот фаршик видите покажи возьми его слепи или к нот как показать он стал такой до появились белья белые волокна теперь все это дело перемешиваем месте и добавляем туда специи специи и наш фосфатик все это естественно хорошенько перемешиваем опять так как мясо у нас очень пресное мы добавим фарш немножко водички из расчета 10 процентов от веса мяса берем чистую охлажденную кипяченую воду добавим ее фаршик и продолжим тщательно вымешивать причем тщательно тут ключевое слово вымешивать надо достаточно долго чтобы фарш хорошо перемешался и но как он не будет однородный потому что у нас там есть кусочки но мы вымешиваем тот фарш который мы перекрутили вместе с кусочками так чтобы она получилась единой массой не знаю даже как это объяснить вот она становится такой очень хорошо мелкий фарш начинает обволакивать обволакивать кусочки мяса нам именно такой эффект нашей колбаски и нужен как видите мы вымесили фаршик практически вот такая очень однородная консистенция у него получилось и теперь его можно набивать уже непосредственно в оболочку мы будем использовать коллагеновую оболочку которую вы купили в магазине ем колбаски сейчас подготовим шприц и покажем как мы набьем нашу драгобыческую колбаску заложили туда драгобыческую колбаску вернее фарш будущей колбаски и теперь друзья будем набивать ее держишь какая чудесная колбаска хорошо красота какая с цельными кусочками мяса еще чуть-чуть не завяжем но лучше пусть и теперь друзья перевяжем ее с одной стороны завязываем а с другой стороны уплотним с другой стороны уплотним и перевяжем и перевяжем и перевяжем первый раз чтобы хорошенько ее уплотнить каждый узел завязываем под предыдущим и у нас остается хвостик за который мы потом сможем колбаску повесить сейчас подпиши секундочку сейчас подпишись сейчас пойдет наша колбаска чего бы мне очень не хотелось бы вот таким вот образом какая красота получилась как видны кусочки мяса и за счет того что мы хорошо вынесли фарш фарш очень хорошо обволакивает мясо она получится совершенно однородная ух Вот, теперь обрежем хвостики Чтобы было красиво Чик Ну, собственно говоря Все остальные не длинные Один только некрасивый И, друзья, мы эту колбаску Теперь оставляем при комнатной температуре На сутки ферментироваться А завтра будем готовить ее в коптильне Методом горячего копчения Завтра увидимся, собственно говоря На процессе копчения Драгобычской колбаски Сейчас мы их туда поместим В это время как раз Распаливается дымогенератор Установим температуру 40 градусов на час Чтобы колбаса ферментировалась При этом сразу же начинаем ее коптить Подвешиваем колбаску в коптильню Прикол в том, что в коптильне на солнце 60 градусов Как ее охладить, я даже и не знаю Ну, значит, она у нас будет Ферментироваться при 60 градусах В общем, мы параллельно делаем И... Как же я забываю все время, как это колбаса Драгобычскую колбасу И баварские копченые колбаски Начинаем их коптить одновременно А когда будем доводить до готовности Я уже для каждого продукта Буду отдельно рассказывать, что надо делать Дым начинает заполнять коптильную камеру И оставляем нашу колбаску Драгобычскую И наши баварские колбасочки Оставляем на час ферментироваться После этого будем повышать температуру И уже как бы переходить к приготовлению Нам понадобится кулинарный щуп с термометром Для того, чтобы отслеживать температуру Внутри непосредственно батонов колбаски И так вот красиво выглядит полностью коптильня Заполненная дымом Всегда радует, что сделал коптильню именно со стеклом Что можно воочию наблюдать, так сказать, онлайн процесс приготовления Друзья, как я уже говорил Оставляем на часик колбаску ферментироваться После этого будем поднимать температуру Прошел час Нам надо открыть коптильню Чтобы поместить в одну из колбасок щуп И заодно посмотрим Как оно выглядит О, выглядит красиво У нас коптится драгобычская колбаса И баварские колбаски Щуп будем помещать в первую очередь В баварские колбаски Потому что они тоньше И они раньше достигнут готовности Вставляй Вот таким вот образом Вставляем кулинарный термометр И кабель просто выводим через дверку коптильни Саму коптильню закрываем И повышаем температуру до 80 градусов Готовность колбасок наступит Когда внутри самой колбаски Температура будет 68-69 градусов Мы это можем отслеживать По дисплею термометра Я его могу повесить вот так вот И теперь он будет нам показывать температуру После того, как баварские колбаски Как тоненькие дойдут до готовности Мы переместим щуп в драгобычскую колбасу И тоже будем доводить ее до готовности При температуре в коптильне 80 градусов Для того, чтобы контролировать готовность нашей колбасы Мы помещаем в нее Вот так вот просто берем Протыкаем кулинарным щупом Не так просто оказывается Ай-яй-яй И теперь нам надо дождаться Пока температура внутри колбасы Достигнет 69 градусов Продолжаем коптить Сейчас закрываем коптильню Наш кулинарный термометр Показывает внутри колбасы Сейчас 62 градуса А мы греем ее и коптим Пока температура внутри не достигнет 69 После этого она будет готова Колбаска достигла внутри Температуры 68 градусов Я выключаю нагрев Она по инерции еще догреется Тут в коптильной камере Сейчас ничего не видно Но оставляю еще коптиться на 2 часа То есть чтобы всего она у меня коптилась 5 часов После этого я ее остужу Ну покажу как я если еще не будет темно Как я ее вынимаю из коптильной камеры Или выму и покажу ее в доме После этого она полежит отдохнет до утра А утром будем дегустировать Друзья обязательно покажу дегустацию Ну вот дым закончился Закладка дымогенератора Кончилась Почти 6 часов коптилась Наша драгобыческая колбаска Смотрите, друзья, как она красиво выглядит Вообще потрясающе Оставляю ее в коптиленке остыть Потом, естественно, вечером уже поздно перенесу ее Просто положу в тарелку Накрою марлей, чтобы никакая пыль на нее не садилась До завтра она отдохнет А завтра будем ее, друзья, дегустировать Что, друзья, драгобыческая колбаска полежала ночь в холодильнике Остыла Вот так вот она выглядит остывшая Сейчас разрежу Я похвастаюсь, что у нас получилось Красота Красота Отрежем кусочек Сейчас сниму, друзья, крупный план, чтобы вы хорошо видели И после этого расскажу о вкусовых качествах Вот такой вот срез Смотрите, какой у нее внешний вид Структура совершенно однородная Она даже больше мне по срезу напоминает хорошую, дорогущую ветчину, а не колбасу Но готовили по рецепту догобыстской колбасы И поэтому вот такая вот красота у нас получилась Очень классная на вид Сейчас попробуем на вкус Ну что ж, друзья В первую очередь шкурка Мы готовили в коллагеновой оболочке Шкурка снимается идеально То есть вообще она не прилипает И сама вот эта вот у колбаски очень классная получилась шкурочка Как корочка Ну просто супер Попробуем Божественно У меня тут приготовлен портер для дегустации колбасы Просто божественно Запах идеальный По вкусу хорошая мясная колбаса Совершенно не жирная Я бы даже назвал ее, друзья, диетической Ни в одном магазине, я думаю, что Разве что где-то в каких-то частных цехах Можно такую колбасу прикупить Но лучше всего ее приготовить самому Друзья, я призываю вас Не покупайте в магазинах колбасы Готовьте их сами Это не сложно на самом деле Результат просто ошеломительный Получаются такие вещи Вот как эта драгобыстская колбаска От нее просто оторваться невозможно Причем настолько мы хорошо вымесили фарш Настолько однородная получилась структура Вот эти куски мяса С фаршем Это именно за счет того, что его вымесили хорошо И фарш, он как бы обволок все кусочки мяса Оно получилось совершенно однородным Ну что ж, друзья, не буду вас больше мучить Желаю вам, чтобы у вас колбаса по нашему рецепту получилась Потому что у нас она очень получилась, я считаю Подписывайтесь на наш канал Ставьте пальцы вверх А мы будем снимать для вас новые видео Всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok